Если хотите, чтобы мы сделали макияж, укладку, пожалуйста, вы можете кладить. Что мы делаем? Сверху было неприятно. А косметику вы видели? Вообще отстой. Будем считать, что никто ничего не видит. Всем огромный привет! Мы сейчас с вами отправляемся проверять сеть салонов красоты в Москве Dry&Go. Смысл в том, что вас обещают собрать чуть ли не за полчаса. Ну, не чуть ли, а прям за полчаса. И это, видимо, если без каких-то извращений. Как мы понимаем, я еду с извращениями. То есть я попрошу мне сделать не какой-то коктейльный макияж, типа штрих здесь, штрих там, а чуть-чуть подготовлюсь, так, чтобы немного усложнить задачу мастера. Собственно, чтобы это именно была проверка, а не просто самым легким вариантом. Но что интересно, будут все делать в четыре руки. Причем вы можете выбрать и укладку, и макияж. Ценник разнится в зависимости от направления. То есть самый простой дневной, коктейльный, потом вечерний уже стоит 2,100, по-моему. И какой-то замороченный, который там называется тематический, то есть с использованием цвета, ну, типа для вечеринки, там веснушки какие-то, уже стоит в районе двух с половиной тысяч. Но в любом случае, как ни странно для Москвы, все это вместе ниже среднего. То есть для салона не шарашкиной конторы это нормальные цены. Поэтому интересно проверить, насколько там справятся задачи, с учетом того, что все будет усложняться тем, что мне одновременно будут делать и укладку после мытья головы, и макияж. И также такой интересный пунктик, что там отдельно считается объем. То есть если вы хотите прилизыша, просто вам крутят локоны, и до свидания, чпок, good bye, то одна цена. Но если вы хотите объемчик, то есть сюда даже начосик входит или гофрешечка, то надо сколько-то доплатить. Ну, короче, такая, знаете, очень развернутая гибкая сетка. Давно собралась туда выбраться, почему бы и не сегодня. Поехали. А мы сначала макияж будем делать? Начнем, а потом на укладку. У нас в данный момент мастер занимается. Ему надо еще 5-7 минут, чтобы он освободится, потому что у нас плотная запись. Это снимаем макияжик, да? Да. Я вас видела на видео, ходите по салону, проверяете, да? Да. Ну, не только качество, в общем. Я просто делаю разный макияж. Может быть, патчи желаете? Патчи отдельно, да, вы считаете? Да, у нас макияж входит только сам макияж. Патчи 190, сыворотка 190, ресницы, пучки на внешний угол 590. Если полностью два глаза, то 590 плюс 590. То есть только ресницы отдельно стоят 1180. Если полностью прям все два глаза проклеить, то да. Вход в эту стоимость 2 500 не входит. Ну, вы просто снимаете макияж мицелляркой, да. Что именно? Допустим, мицеллярку снять тоником и крем какой-нибудь. Ну, нет, у нас увлажнение, как правило, это дополнительно. А, увлажнение дополнительно? 200 рублей за сыворотку? Да, сыворотка и, естественно, сыворотка напечатывает время. Ну, давайте мне. Только можете мицеллярку тоже снять? Хорошо. Сверху пройдемся тоником и увлажняющим. Можно покажу? Такая сыворотка. Ой, такая гиалуронка. Фу. Такая мицеллярка. Просто мицелла, это же то, что растворяет косметику для кожи не очень полезно. Все точно вода, это тоник, да? Или сыворотка? Это тоник. Тоник вот такой. Который 200 рублей стоит, да? Вместе с сывороткой. Нет, у нас только сыворотка 200 рублей. Но потом же вы крем наносите? Да, но по факту у нас написано в прайсе гиалуронная сыворотка 190 рублей. Ясно, но по факту у вас сыворотка плюс крем и тоник. Это мы его делаем с кремом. А так у нас просто сыворотка. Сложно все. Мы как мастера, да, сложно. А, сами. Ну, получается, если я не покупаю дополнительную сыворотку, то мне мицеллярку не снимают, крем не наносят. По желанию уже мастера. Если он хочет нанести крем свой. За счет заведения? Нет, это свой крем. Это своя косметичка и там свой крем. Тогда он наносится. Здрасте. Хочу такой объемчик, смотрите, прям вот такой получится сделать на макушке. И локоны, какие-нибудь типа локоны серфера. Ну, то есть что-то вроде вот этого, вот такие, может более геометричные. Да, профей прикормленные? Да, можно, ну, чтобы не видно было. Хорошо, ну вот сейчас у меня там что-то есть и в итоге классный объем. Куда идти? Сейчас, секунду, я вас дотролю. Вот, может, нанесете кремик тогда, чтобы я с пересушенной кожей не сидела на макушке? Я в любом случае вам сделаю сыворотку и в любом случае крем. Он не пересушит этот же тоник. Можете проходить пока. Спасибо. Только просьба не показайте меня в видео, пожалуйста. И хорошо, да, без проблем. Так, мы пришли мыть голову перед укладкой. А покажете шампуньку, чем моете? А чем вы хотите помочь? Смотрите, у нас есть стандартный шампунь, который входит в укладку, а есть уходовый. А сколько он стоит? 390. 390. Просто за мытье или это с бальзамом? Ну, за шампунь и бальзам. А полежать надо будет с бальзамом? А если я не доплачиваю, то стандартно просто мытье без бальзама? Нет, с бальзамом все, просто шампунь, обычный стандартный капуст. С шампунь и бальзамом? Да. А давайте обычный. Девушка, у вас есть упрощение, мы с ним же снимаем. Насколько не комфортно, мастера? Ну, я только себя снимаю. Точно только себя снимаете? Да, конечно. Потому что у мастеров не комфортно. Не, я мастеров не снимаю. Просто меня попросили реально, если хотите, чтобы вам сделали макияж, укладку, пожалуйста, вот можете. Ну, я только себя буду снимать, мастеров не буду. Ну, вот вы можете посмотреть, у меня селфи-съемка, только лицо. И тем более я сижу, сзади стена, я чисто технически не могу никого снять. Я поняла, но просто если им будет некомфортно, я... Ну, пусть расходятся, это же общественное место, а съемка разрешена здесь. Просто они же попадают в кадр, и это уже личная съемка? Нет, личная съемка дома, в общественном месте разрешена. Но я не снимаю. Если вы попадаете в кадр, тогда идешь отдыхать. Началось. Ну, я знаю вас, я смотрю уже. Если вы не хотите, даже если где-то случайно вы попадете, я потом и замылю лицо. Моем в голову второй раз. И мне кажется, здесь прям включили на максимум музыку, чтобы ничего не было. Слушано, что я рассказываю, потому что музыка так тихонечко работала. И сейчас прям вау, на полную мощность. Но я подготовилась, у меня есть микрофончик. Есть еще ампула, да, какая-то дополнительная. Да, 500 рублей стоит. Если мы ее нанесем, то она очень здоровая, очень быстро разгладит волосы. Не, не надо, спасибо. А если я лицом тогда буду сидеть, можно? А как я буду ходить? А дальше отсяду. Вот дальше отсяду. И лампа подвинет. То просто если я камеру подниму, там уже люди, они просили, я их не снимаю. А так сзади стенка, и все. В общем, макияж я выбрала мягуар. Он такой яркий, из тех цветов, которые есть в палетке NYX. Может, вы прям носку вот так вот наденете, и тогда даже если где-то вы промокнете, все равно вот так вот вообще ничего не видно уже. Закройте. А так как подложка будет, чем я? Да. Лучше яркие цвета будут, да? Я не буду делать прям супер яркий, потому что это подложка, но супер пигментированная. Не пигментированная? Нет, ну будет нежная, вам подойдет. Но это самая яркая из того, что есть, да? Из того, что есть, да. А, горячая. Ай, горячая. Горячо. Горячо. В качестве основного цвета у нас вот эта палетка. Интересно, какой будет тональный крем, вен с собой или нет. Смотрите, можем крайную полку сделать, такая вот волна, как после косичек. Вот такая вот полочка, либо на утюжок. А как покрасивая это, ну что, прям с серфера. Ну, стараться не будет. Ну, серф это, наверное, больше все-таки утюжок. Давайте. У меня уже сейчас на краю рука устала вот так вот держать. Я боюсь, что кто-то сзади попадет в кадр, потому что, как сказали, если кто-то попадает, то мастера идут отдыхать. Это нормально, это человеческий фактор, уже не обязаны сниматься, правильно? Нет. Не правильно? Почему? Ну, потому что общественном месте, как вот в новостях. А, то есть не считаете, что вас тоже могут привычивать? Можно снимать. Можно снимать в общественном месте, не спрашивая ничего, разрешение, да? Вот у вас, допустим, камера, вы меня снимаете. А вот я против, что сделать? Нет, ну, вы же никуда это накладываете. Ну, снимаете. Ну, это же не мы, это же не я делаю. Ну, вот, вы просто говорите, мы же не обязаны сниматься. Ну, вот, просто по закону в магазине или общественном месте салон тоже мне имеют право снимать. Вот на видеокамеру. Ну, соответственно, я тоже имею право снимать. Окей. Ну, я все равно стараюсь, чтобы никто не попал. Благодарим вас. Может, поточите карандаш? Они все продезинфицированы с телодезом. Вот такая штучка? А, то есть вы не точите, а их спрыскиваете? И очень, я же не могу каждый раз точить, поэтому он, ну, он не тупой, правильно? Карандаш не имеет, соответственно, я его подшиплю, если обязательно. Если вы хотите, для вас все, что угодно. Да, лучше, спасибо. А почему каждый раз не можете точить? Не экономно? Я бы этого только что наточила, допустим, и убрала. Просто стелодезом обрабатываю после каждого клиента. Если он затупляется, я его, ну, соответственно, точу. А этого достаточно? Эстелодез, да, убивает все микробы. В нем дезинфицируются расчески и вообще все используют его, даже в медицине. Если у кого-то нет, ну, соответствующего средства, они точны. Главное, чтобы он не был тупой. Карандаш должен быть остреньким. Вы это и так знаете. А вот уход мы наносим перед основой? Да, потому что мы работаем в четыре руки, и голова дергается, поэтому, соответственно, осыпаются тени. А если мы нанесем уход, я вам его сотру. Ну, и плюс еще мы работаем в масках и перчатках, это тоже дополнительная сложность. Вот давайте пока слизистой может волосы не делать. Лена, я сейчас прям прокрашу. Я думаю, он просто больно будет, если дернуться. Ну, я пока никому в глаз не попадала, слава богу. Да, в общем, решили не прям один в один, ну, и потому что нет каяла, когда там был синий, заменить на фиолетовый. Фиолетовый. Тоже любимый цвет гора, ведь и синий фиолетовый. Теперь розовенький добавляем на нижнее веко. Кстати, сам пар по сути представляет собой вот такую небольшую комнатку. Симметричную, с двух сторон практически. Здесь пару мест, и там через перегородку еще места для мытья головы. Это мы наносим сыворотку, да? Угу. Сыворотка ваша или здесь у всех одинаковая? Сыворотка это салон. Салон. Здесь я подумала, не связано ли бьюти дракс с баром Dry and Go. Это будет забавно. Это кремик, да? Угу. А что за кремик покажете? Гималая. Тон, какой предпочитаете? Легкий, плотный. Ну, чтобы по итогу красивая кожа была. Покажете, какой? А если по плотнее, брали бы Виен Сабо? Нет, это вообще самый легкий там. Ну, еще как водичка. А, вот тоже берем, да? Консилер? Угу. Так, теперь пудра. Это скульптор. Бровки. Угу. Гель для бровей. Может быть, еще добавим шкуру? Да, давайте. Можете пока глазки закручить. Зачем? Чтобы шампунь не попал. Что мы делаем? Я? Да. Сухой шампунь распределяется. А, я думаю, просто захотели погладить мою балову. А сухой шампунь для объема, да, добавляю? Поможет? Конечно. Ой. Где он? Где? Ладно, не буду пока трогать это, потом скажут, что все спорсила. Ага. Губы, да, краси? Вот. Шея зацепла. Да, шея болит. У всех такое, или только у меня? Ну, вы потому что вот все спираете, обычно ровно сидят. Ресницы, пучки желаете? Нет. Ой, или ничего нет. Ничего. Не попачкала я вам? Да, попачкали. Что ж? Извините. Да. Ресницы желаете? А с ресницами будет эффект классный. Ну да, ну типа за. На этом еще я же, которые мне показали, там есть ресницы. Верю, ну давайте уже. Без них. Ну да. Это мы прочесываем локоны, да? Прочесываем локоны, да? Может здесь все начесик сделаем небольшое? Хотите локону чесать, но оно и так полнее. Да, лучше начесать, давайте. Чуть-чуть вот именно макушку, вот самый центр. А у вас стрелочка отдельно считается, если я стрелку захочу? А хотите стрелку? Нет, можно стрелку. Да. Мне кажется, стрелка немножко глаз вытянет. Разрешайте, если я коричневый стрелок. Давайте. На черном подлодке куда-то делать. Может, украли, кто-нибудь унес. После рассказывающих визажистов я не удивлюсь. Целыми кейсами некоторые, да, клиенты забывают, забывают. Просто случайно прихватила и уходят домой. Сейчас я делаю стрелку. Еще какой-то возьмем цвет, чтобы перекрыть коричневый с синенькими. Осталось у нас накрасить три реснички. Тоже кабаре. Апликатор есть, приятненько. Почему? Видите, прошу научусь. Потому что, конечно, если вот так вот держать, укладывать, то объем есть. Но в процессе движения он падает в ноль. Через полчаса его вообще не будет. Берем даже следующий чистенький для второго глазика. Так, добавим еще розовеньку. Начался, остался, да? Готово, да? Мне нравится? Да, в принципе, нравится. Ну, я и правда побольше люблю объем. Я уже дома сама доделала. Спасибо. Какой образ у нас получился? Мне интересно, сколько она считает. Потому что в процессе меня еще спрашивали, добавить это, не добавить. Я говорила, да, нет, да, нет. В общем, стоимость получается не прям такая, на какого вы идете. Потому что еще много сопутствующих фишек, которые, если вы одобраете, соответственно, увеличивают стоимость. Вот здесь вот стерилизуют кисти и еще используют истиладез. Не знаю, на это или нет. Тут тоже все хранится. Сейчас мы сделаем кружок. Вот я с какой-то тряпкой на плече. Ну, кому это мешало, правда? Здесь, собственно, вторая часть. То есть, в принципе, вот такая небольшая камнетушечка. И тут моют голову два места. Здесь вещи. Вот это, кстати, моя курточка в одном из влогов. Мы ее вместе с вами купили. Так, и вот тут вот, ну, в общем, полотенце грязное, а вот тут чистые расчески. То есть, видимо, после стерилизации... Ну, кстати, я такое в Европе видела. Как это волосило, но, по-моему, это не из расчески, а просто прилипшая. Сейчас рендом на возьмем, блин, если нас не выгонит паста, в общем-то, имеет высокие шансы. Ну, вот так, вроде даже чистенькие. Ну, почти, там, может, пары волосюшек. Ну, в общем, здесь сейчас... А, да. Мы не будем заходить слишком далеко. Почему? Ну, ладно, я руками не буду трогать, хорошо. Все здорово, очень понравилось. Ну, просто интересно, подписчикам я же как бы обзор места делаю. Я понимаю, но я думаю, можно достаточно снимать. Ну, вот я вот эту часть не сниму. А с чем я трудно уважаю, если я расчески снимаю? Красиво вам все равно. Ну, что, я место показываю. Я показываю салон, что тут, ну, хорошо, я не буду ничего руками трогать. Просто не снимала согласие по празднику салона. А вы спрашивали руководство? Спрашивали, конечно, я звонила территориальному директору, потому что неприятно. А что именно неприятно? У меня не фигурировали мастера, я их не снимала. Будем считать, что никто ничего не видел. Посмотрите ролик потом итоговый. В конце концов, все в масках, и я думаю, что там часть лба у кого-то. Ну, часть лба, но девочкам было неприятно. Им было неприятно? Я постараюсь максимально сесть так, чтобы никого не с ним. У вас была укладка коктейльная, макияж, спешл, массаж головы и героглоновая собратка. Все это на 4,97. Вот у меня вопрос, вот смотрите, спешл макияж это что-то яркое, да? Ну, у вас, да, яркое. А чем отличается от смоки? Ну, потому что у вас тематический макияж, то есть смоки, да, прям на вечер, у вас на какую-то вечеринку. Много цветов уже спешл, даже если в целом они выглядят как смоки. Все равно считается не как смоки, а как спешл. Они у вас как смоки не выглядят? Не выглядят, думаете? Мне кажется, прям смоки. Ну, у нас под определенный прайс, то есть вот сложность макияжа, то есть смоки все равно выполняются легче, чем вот это. Ну, ладно, хорошо. Просто смиксовать цвета, если бы... Ну, да, просто смиксовать, допустим, ну, если бы вот они получились так, как у Гарри, я понимаю. Делать макияж у Гуар какой прайс? Вот такой мейк у Гуар сколько стоит? Ну, в ее салоне 10 стоит. А у нас сколько, я напомню? У нас 2,500. Салон рассчитан в 4 руки, мы работаем. Такие макияжи редко кто просит. Ну, у вас даже в прайсе есть спешл? Закупка материалов, да? Да. Вот эти все, это не наша косметика. Это косметика салона. Соответственно, мы делаем из того, что... Не, ну, немножко клиента это не должно волновать. Просто есть отличия у вас в прайсе. Смоки и спешл. Я понимаю, но вы же видите результат, что это не сильная спешл, это скорее смоки. Вот я и спрашиваю спешл все-таки. Даже если результат, ну, все равно не сильно выглядит как спешл, все равно считайте как спешл. Вы сравниваете Гуар и... Не, я просто исходную фотку, где прям видно, что это малиновый голубой. Но у меня же не прям один в один, у меня сильная отличия. Вы сейчас на данный момент говорите, что я вот Гуар показывала фотографию, но у меня не Гуар. Ну, понятно, да. Мы можем один в один повторить. Мы повторили приблизительно, но это не один в один, вы поймите. Один в один повторить мало кто может. Но между один в один и похожей тоже есть еще промежуточный этап. А у вас Гуар красила с дополнительным человеком, который делал укладку, или она просто красила без перчаток, без маски и без человека, который вам делал укладку? При чем тут это? То есть вы считаете, только Гуар может выполнить макияж, который я вам показала? Мы считаем, очень важно работать и сделать чистый мейк, когда голова не дергается, когда человек в статике. Мастеру так удобнее. Вы, наверное, замечали, что многие наносят век. Да, да. Я не могу это сделать. Я замечаю. У меня к вам нет претензий. У меня вопрос просто, если вот получилось, как получилось, почему это считается как спешл, а не как смоки, если по факту это выглядит как смоки. Вот так. Я заплачу, мне не проблема, просто результат объективно выглядит как смоки, а не как несколько чистых смешанных цветов. В общем, ваша позиция ясна. А вы сказали руководству, что я снимаю? Не запрещали съемку? Или сказали, никуда не пускать? Нет. Ну, единственное, был уговор, потому что не снимать девочек. А, ясно. Но я девочек не снимала. И обошлось нам все вот в такую стоимость. Спасибо. На самом деле, вот этой палеткой NYX вряд ли было что-то лучше получилось сделать. Потому что она не какая. Нет, она не никакая, она не пигментирует. А что тогда еще должно быть у палетки, чтобы она была никакая, если она не пигментирует? В чем тогда ее офигенность в коробочке? Легкий макияж, красивая, без перегруза. Ясно. Ну, она же просто яркая. Ну, в общем, вот такая вот еще здесь есть история. То, что макияж плюс укладка стоит полторы тысячи. А это просто локоны, да? Да. Локоны без матья и макияж акцентный. То есть, как мне сказали, дневной. Ну, то есть, не знаю, ресницы, наверное, тон, типа того. И можно еще купить безлимитную укладку, ходить целый месяц. Ну, мне кажется, это уже какой-то подвох есть. Типа укладка без утяжка. Помыть и посушить, либо без матья сделать укладку, ну, вот, которая вот здесь. Впрочем, вы выбираете. Либо помыть, либо уложить. То есть, помыть и посушить, либо просто уложить без матья. Так, ну что, ребятки, мы выбрались. Я сейчас еду домой, поделюсь своими впечатлениями. Ну, вы знаете, вроде как и все старались даже где-то, да? Но все равно из-за того, что воспринимаю тебя как врага народа, уже вот это чувствуется настроение, что все на тебя косятся. Что ты сейчас снимаешь? Вот эта история тоже, чтобы, не дай бог, лицо в кадр не попало. Я такое видела только в новостях, когда какие-то притоны накрывали. Там, знаете, все девушки такие, ааа, срочно юбки на голову, там, лицом к стене, чтобы, не дай бог, ну, родственники не... Ну, это как бы понятно, да, кому кто обрадуется, вот. Ну, может, она потом рассчитывает завязать и все, похоронить эту историю своего прошлого. Ну, а тут-то что? Ну, ребят, ну, визажисты, достойная профессия, классная, творческая. Чего так прям бояться? Что, кто-то вас узнает. Еще, ну, и директор, как там, кому-то звонили тоже, чтобы, не дай бог, девочки в кадр не попали тоже. Может, там еще что-нибудь, не знаю, есть какая-нибудь еще двойная жизнь, о которой нам ничего не известно, почему такая реакция вообще непонятно. Но в целом я бы отметила, конечно, что все были вынуждены вежливы, хоть и пытались меня завернуть на выход, но вообще мне очень нравится идея этого места, то, что вот можно так реально быстренько забежать, что-то там сделать. При этом, если вы падки на допуслуги, то ценник получится ого-гошенький. То есть мне в итоге вот это все обошлось, ну, в 5 тысяч, ну, скажем, обычная цена. Хотя как бы ехала, я, в принципе, рассчитываю на бюджетную. Ну, просто здесь вам что-то предложат, тут отказаться сложно, как бы и хочется. И в итоге набегает как обычная, а то и дороже. Я поняла, что если я не спрошу про то, не хотят ли мне посчитать мейк как смоки, я себе не прощу, потому что, ну, объективно, блин, ну, это никакой не творческий, яркий арт-макияж, да, по факту. То есть мне, хотя его делали, может быть, технологически, рассчитывая, что должно получиться как-то так, но если результат это йоксель-моксель, обычный смоки, просто фиолетовый какой-то бордовый, почему надо его считать как арт-макияж, который не получился? Надо признать, что, конечно, эта палетка NYX, она суперсложная, то есть под нее прям белая подложка, нужна целая подготовка, но если вы включаете в прайс, да, как отдельный пункт, такой яркий тематический макияж для вечеринки и ставите соответствующую стоимость дороже, чем даже вечерний макияж, ну, естественно, как-то предполагается, что у вас есть цвета для этого, например, ну, реально что-то пигментированное, то, что будет отвечать запросу и пункту в вашем прайсе. А по факту получается вот так. Но стоимость при этом называют как за арт-макияж. Конечно, я бы все равно хотела сказать thank you very much руководству за то, что меня не выгнали, ну, хотя все мы знаем, что это противозаконно, и, наверное, руководство понимает, что не очень хорошо для репутации, они все-таки, ну, скорее всего, адекватные люди, потому что сеть у них в Москве растет, то есть есть уже несколько точек, причем в крупных торговых центрах, но все равно могли это сделать, как бы некоторым это вообще не мешает, а здесь плюс-минус со скрипом сквозь зубы ненавидимые дети. Все равно получилось, ну, в принципе, довольно доброжелательно, я бы сказала, по факту. В сухом остатке, в принципе, я сняла все, что хотела, несмотря на то, что за мной когтейль следовал администратор, имеете совесть, я не разрешала вам снимать, ну и так далее. Постоянно приходилось вот так вот, типа, мне лучше знать. Ну, в общем, вот такие пирожки. Я думаю, что я бы даже пришла на каком-нибудь укладку, наверное. Ну, в общем, за полторы тысячи собраться, просто сделать локоны и макияж, дневной даже просто тон, там бровки, ресницы, в принципе, классное предложение. Хотелось бы, конечно, больше какой-то профессиональной косметики, более дорогой, да, потому что много прям супер бюджетных продуктов, эстрады Виен Сабо, и, наверное, когда ты делаешь весь образ за полторы тысячи, это классно, но не имеет значения, потому что продукты реально хорошие. Но, как в моем случае, когда я делаю макияж за сколько там, 2 600, это уже как-то так, а, даже дороже, 2 600 и плюс 200 рублей с сывороткой. То же при такой стоимости Виен Сабо и эстрады немножко по-другому смотрится. Но, в целом, я думаю, если бы я попросила обычные смоки, да, то, наверное, результат, но был бы как бы более ожидаемый, не так бы расходился с образцом, но нам было и интересно как раз посмотреть, а что если выбрать яркий макияж. Еще интересный момент, когда я все-таки обсуждала, а не посчитать ли нам этот макияж как смоки, визажист говорила, а вот вы мне дали как образец фотку макияжа Гуар, а сколько у нее стоит макияж, а я не Гуар, и вообще один в один не бывает. Ну, я понимаю, хочется, конечно, защитить свою работу, лучше защита на падение, но, мне кажется, все равно это не очень такие основательные аргументы. Сколько бы макияж у Гуар не стоил, если его технически можно выполнить и другому человеку, причем тут стоимость у нее, у нее доп. прайс за звездность, 6 миллионов подписчиков и так далее, там, там, две своих школы и салон красоты в центре Москвы. Как бы я пришла не в эти условия. Это, в общем, то, что какие-то моменты, что вот и палетка закупается не нами, то, что вы вообще сидели головой, дергали, вам делали в четыре руки, но хотя клиента это не должно волновать вообще никак. Ну, это не мои проблемы, что вы заявляете, что вы справитесь, да, у вас все для этого предусмотрено, у вас цена за это объявлена, а потом, когда, получается, не очень говорите, ну, а шо вы хотели, ну, условия-то какие, а косметику вы видели? Вообще отстой, а это не мы покупали, это все руководство, но тоже так себе. В общем, хватит, короче, болтать, опять какой-то слабосный понос начался. Все равно мне, ну, мне не понравилось, как у меня. В общем, мне не понравилось, мне нравится, когда меня под белые ручки возят. Вот присядьте, посмотрите сюда, ну, реально, когда нормально, адекватно восприятишь, то я это носитель потенциальной рекламы, так и есть. И просто если классно постараться сработать, быть максимально доброжелательными, но при этом у вас нет камня за пазухой и грязи по углам, объективно я никак не смогу что-то такое рассказать про вас, что прямо уронит вашу репутацию, а вот доброжелательные отношения перевесят все. Ну, вот здесь, к сожалению, этого не хватило. Пойду домой отпаивать с ромашкой, такие вот пирожки, но, опять же, спасибо, что не выгнали. В общем, пишите ваши впечатления, как вам все произошедшее между нами и салоном красоты Dry & Go. Ходили бы вы на макияж и укладку, что вам понравилось, что нет. Жду вас в комментариях, спасибо, что досмотрели до конца, целую, муа! И пока-пока!